Здравствуйте, я Дэнни. Я студент. Я учу Библию и изучаю понимание библейских манер. Я прочитал мусульманские книги. Сейчас я не хочу задавать вопросы, касающиеся Корана и Библии. Но мой вопрос связан с моим лучшим другом. Он женат, и по какой-то причине он хочет разъяснить со своей женой. И я узнал, что причина, по которой он хотел разъяснить со своей женой, была очень маленькая. А во-вторых, вчера я прочитал в Мумбайской газете, что 112-летний мужчина из Сомали по имени Мохаммад женится. Извините, женился на 13-летней девушке София. И я был в сильном замешательстве, чтобы ответить моему другу. Потому что я спросил одного из моих друзей, и он сказал мне, «Это то, чему мы учимся. И это то, что написано. И это то, чему мы следуем». И я просто зашел в интернет, так как это простой способ, чтобы проверить. И потому что у меня не было такой возможности спросить у такого, как вы, брат Закер. Я хотел бы вам зачитать ответ, который я нашел в интернете, если вы дадите мне такую возможность, относительно оправдания подобных отношений, которые были у Мухаммада из Сомали. Является ли это правдой? И поможете ли вы мне найти решение этой проблемы, чтобы я мог пойти к своему другу и сказать, что это то, чему учит Коран? Брат, ты хотел бы прочитать, или ты хотел бы услышать ответ от меня? Сначала я прочитаю его для вас. Но ты ведь не удовлетворен этим ответом, не так ли? Возможно. Я хотел бы, чтобы вы дали мне однозначно ответ. Если ты не удовлетворен тем ответом, я дам тебе ответ. Если тебя устраивает ответ, который ты нашел, этого достаточно. А если он тебя не устраивает, то скажи прямо. Ладно. Просто позвольте мне прочитать. Ладно, ладно. Без проблем. Брат, пожалуйста, сформулируй его в пяти предложениях. Иначе не нужно его читать. Конечно. Я сделаю это для вас, сэр. Позвольте мне процитировать из Сахих Бухария, том седьмой, книга шестьдесят вторая. Сообщается, что Джабир, да будет доволен им, Аллах сказал, «Когда я женился, посланник Аллаха, да богословит его Аллах и приветствует, спросил меня, «Ты женился на девушке или на той, что уже была замужем?» Я ответил, «На той, что уже была замужем». И он спросил, «Почему же не на девушке, с которой ты мог бы играть и которая бы играла с тобой?» Посланник Аллаха, да богословит его Аллах и приветствует, также сказал, «Почему ты не женишься на молодой девушке, с которой ты мог бы играть и которая бы играла с тобой?» Я был немного потрясен. Неужели это слова Мухаммада? И после прочтения пятого тома Бухари, «Брат, похоже, ты больше заинтересован в чтении хадисов, чем в вопросе, который ты задал». Не так ли? Я просто нашел этот ответ. Задай мне вопрос, и я дам тебе ответ. А ты читаешь ответ другого человека, потому что ты хочешь процитировать этот хадис. Процитируй его напрямую. Потому что я хочу получить от вас ответ, поэтому я цитирую его. Если ты не знаешь ответ, например, 2 плюс 2, и приводишь ответ другого человека, просто спроси меня, я скажу его тебе напрямую, это 4. А что сказали другие люди, 5, 7, 8, забудь о них. Я пришел сюда за этим, сэр. Тогда зачем ты зачитываешь чей-то ответ, которым ты не удовлетворен? Правильно? Да. Это означает, что я должен прокомментировать оба вопрос, а также ответ. Правильно? Да. Хорошо. Я сделаю и то, и другое, без проблем. Смотри, здесь важно твое намерение. Если твое намерение было получить ответ на вопрос, почему 112-летний Мухаммед из Сомали женился на 13-летней девушке, я дам тебе ответ на этот вопрос. Но также ты хочешь ответ пророка Мухаммеда, правильно? Да. Тогда спроси напрямую. Просто скажи, я не удовлетворен ответом, данным в интернете или данным в газете. Прямо задай свой вопрос по хадису, вместо того, чтобы ходить вокруг да около. Я дам тебе оба ответа. Хорошо. Я надеюсь, что вы удовлетворите меня вашими ответами. Иншалла. Но это зависит от тебя. Если я скажу, что 2 плюс 2 равно 4, а ты будешь продолжать говорить 5, я не смогу помочь. Я приму то, что вы скажете, но я буду верить в то, во что я могу поверить. Конечно. Ты будешь верить в то, во что ты веришь. Потому что ты не можешь верить в то, во что я верю, пока ты не поверишь в то, во что я верю. Это правда, сэр. Потому что это называется законом противоречия. Извини, что ты сказал? Пожалуйста, продолжайте. Потому что я хочу услышать ответ от вас. Сейчас. Что касается пророка Мохаммеда, мир ему. Хорошо. Я вернусь позже относительно человека. Ты сказал, его зовут Мохаммед. Да. Он человек из какой-то африканской страны. Он из Сомали. Сомали. Ты сказал, 112-летний мужчина из Сомали. Да. Женился на девушке 13 лет. Да, сэр. И это его пятый брак. Это пятый брак. Пятый брак? Возможно, не пять вместе. А он женился и разводился несколько раз. Там сказано, что это его пятый брак. Даже если у него было пять браков, это не значит, что он женат на пяти. Потому что вместе нельзя больше четырех. Теперь перейдем к ответу «Почему». В исламе вы можете жениться на женщине в тот момент, когда она достигает половой зрелости. Если женщина достигает половой зрелости, вы можете жениться, это ислам. И также мужчина может жениться, когда он достигает половой зрелости, до того, как он умрет. И он может жениться на любой женщине. Это его выбор. Ты женился бы на женщине, которая на 15 лет старше тебя? Нет. Это твой выбор. Но пророк Мухаммед женился. Это его выбор. Пророк Мухаммед женился на лучшие из женщин, достопочтенной хадидже, да будет доволен ей Аллах, которой было 40 лет. Ты сказал, ты бы не женился. Я не буду говорить тебе, что ты обязан жениться. Ведь это твой выбор. Он хотел жениться на женщине на 15 лет старше его, потому что она была богобоязненной. Кто мы такие, чтобы возражать? Ведь он пожелал, и женщина пожелала. Если они довольны, зачем возражать? Ну, потому что... Подожди, подожди. Позволь мне ответить. Пожалуйста, не перебывай. Ты ведь задал вопрос. Извините, сэр. Да, я принимаю. Без проблем. Так что, если муж и жена согласны, кто мы такие, чтобы возражать? Если женщина хочет покрыть голову, а ты говоришь, не покрывай. Почему? Ведь она хочет покрыть голову, это ее выбор. А президент Франции говорит, что женщины не должны покрывать. Почему? Если он хочет смотреть на открытых женщин, он может пойти на Майами-Бич. Почему ты хочешь сделать это во Франции? Это не имеет смысла. Это принуждение. Эти женщины не чувствуют себя принужденными, нося хиджаб. А он чувствует, что они принужденные. Почему? Он чувствует их принужденными, потому что он не может наслаждаться этими женщинами. Он не может наслаждаться похотью. Значит, проблема в нем, а не в том, что женщины носят хиджаб. А что касается 112-летнего мужчины, медицинская наука говорит нам, что даже мужчина 112 лет может иметь потомство, может родить ребенка. Не так ли? Да, сэр. Я говорю это как врач. Он хочет жениться на 13-летней девушке, достигшей половой зрелости. В чем проблема? Ты ведь не отдаешь свою дочь? Нет. Можешь не выдавать. Я ведь не говорю тебе, выдай свою сестру за него замуж. Если родители согласны, и девушка согласна, ей может нравиться этот 112-летний мужчина. Может, он благочестивый мужчина, и напоминает ей сахаба. И она пожертвует всем, чтобы быть с ним. Потому что наш любимый пророк Мухаммад, мир ему, сказал, что если ты выходишь замуж за супруга, ты ищешь четыре вещи. Приверженность религии, благородство, богатство и красота. Лучший из этого – это приверженность религии. И если моя дочь 13 лет найдет придерживающегося религии мужчину 112 лет с прекрасным нравом, я предпочел бы его, если бы узнал его нрав и религию. Ни любого, о ком я не уверен. Я был бы не против отдать свою дочь, если я знаю, что он добродетельный и придерживающийся религии человек. Я не против. И я не против, чтобы этот человек взял мою дочь в джанна. Но после проверки, если этот человек, придерживающийся религии, с благим нравом, напоминающийся подвижников пророка, таких как Абу Бакр, Умар, Усмана, Али, да будет доволен им Аллах. Почему бы и нет? Но сегодня мы видим, что люди склоняются к красоте и богатству. Я не говорю, что мужчина из Амали был приверженцем религии. Я не знаю. Этого я не знаю. Но возможно ли это? Да, шансы малы. Но возможно ли это? Да. Почему бы и нет? Поэтому я сказал в своем выступлении, брак может состояться только в том случае, если мужчина и женщина согласны. Это не значит, что если завтра придет мужчина 50 лет и попросит руки моей дочери, я соглашусь. Но я говорю, если он такой же богобоязненный, придерживающийся религии, как праведные халифы, и я не вижу лучшего мужа для моей дочери, и я не могу найти лучшего спутника жизни. То, что ты должен понимать, что, может быть, эта девушка нашла этого мужчину богобоязненным. Может быть, я не знаю. Я не спрашивал ее и не спрашивал мужчину. А может быть, этот мужчина нашел эту девушку богобоязненно. Я не знаю. Поэтому, если мужчина и женщина согласны, то мы такие, чтобы вмешиваться. Почему мы пытаемся вмешиваться в их права? Возможно, ты женился на красивой или некрасивой девушке, я не знаю. Ты можешь считать, что она красивая, а кто-то считает, что она уродлива. Представь, что кто-то говорит, почему ты женился на уродине? Извини, я не пытаюсь переходить на личности. Это лишь пример. Твоя жена может быть красивой, миша Аллах. Но кто-то приходит и возражает. Почему ты женился на уродливой женщине? Ты скажешь, как это относится к тебе? Я нахожу ее красивой. Кто ты такой, чтобы вмешиваться? Ты ведь рассердишься, не так ли? Красота субъективна. Кто-то приходит и говорит тебе, брат, как бы тебя там ни звали, ты знаешь, что твоя жена уродлива. Ты скажешь ему, не лезь не в свое дело, это моя жена. Почему ты вмешиваешься? Тебе не понравится, если кто-то придет и будет критиковать твою жену. Ведь это твой выбор. Так что, что касается 112-летнего сомалийского мужчину и 13-летнюю девушку, шансы очень малы, может, 0,01%. Но кто мы такие, чтобы вмешиваться? И переходя к ответу, пророк Мухаммад, да богословит его, Аллах и приветствует. Когда он сказал Джаберу, почему бы тебе не жениться на молодой девушке, на девственнице? Потому что пророк знал этого сподвижника. Был человек, который пришел к пророку и сказал, «Могу ли я при посте поцеловать свою жену?» Пророк ответил, «Да, ты можешь». И когда пришел другой сподвижник и спросил, «Могу ли я поцеловать свою жену при посте?» Пророк ответил, «Нет». И тогда сподвижники спросили пророка, «Почему ты сказал первому да, а второму нет?» Почему? Потому что Басланник Аллаха знал, что первый человек может контролировать свое желание во время поста. Даже после поцелуя жены он не пойдет дальше этого. А второй человек, как только он поцелует свою жену, он не удержится и испортит свой пост. Пророк знал это. А ты и я мы не знаем. Точно так же пророк знал, что если он женится на той, что была замужем, он захочет другую. Поэтому он посоветовал ему. Но в пророке для нас лучший пример. Первая женщина, на которой он женился, была на 15 лет старше его. На 15 лет. Ты сказал, ты бы не сделал этого правильно? Да. Пророк знал своих сподвижников. И он выбрал Хадиджу, да будет доволен ею Аллах. Потому что она была богобоязненной и с прекрасным нравом. Поэтому она одна из четырех лучших женщин в мире. Поэтому пророк знал. Я как врач даю одно лекарство одному человеку, а другому даю другое лекарство. Если ты спросишь, почему я поменял лекарство, потому что я врач и я знаю состояние больного. Ты ведь не врач. Поэтому пророк давал разные советы разным людям. В зависимости от ситуации. Ты не знаешь. Но пророк знает. И ты действительно думаешь, что пророк ошибался? Он был прав. Некоторым людям может нравиться девушке помоложе, а некоторым постарше. Так что ты должен понимать, что в этом нет ничего плохого. Это совет, данный пророкам. Есть ли в том, что он говорил, что-то неправильное? Нет. Все, что он говорил, было правильно. Но посмотри на его образ жизни. Все женщины, на которых он женился, кроме одной, только одна была девственницей. Все они были либо разведенными, либо овдовевшими. Сэр, дело не состоит в том, что нравится ли мне жениться или нет. Брат, ты задал мне вопрос, и я дал ответ. Если кто-то возражает, пусть докажет. Но что Коран говорит об этих людях? Каких людях? Тех, которые женятся на девушках, которые им нравятся или не нравятся. Коран говорит, вам не дозволено наследовать женщин против их воли. Сура Аниса, глава 4, ая 19. Но если мужчина и женщина хотят жениться с законным бракосочетанием, кто мы такие, чтобы возражать? Кто ты такой, чтобы возражать? Почему это тебя так беспокоит? Я задаю тебе вопрос. Если он находит благочестие в этой юной леди, и эта юная леди находит благочестие в этом пожилом мужчине. Что тебя беспокоит? Скажи мне. Есть медицинские противопоказания? Нет. Они могут иметь детей? Да. В чем проблема? Представь, что кто-то приходит к тебе и говорит, почему ты женился на черной женщине, или почему ты женился на белой женщине? Я имею в виду, что это твой выбор. В исламе, если женщина черная или белая, это не делает ее выше или ниже. Что сказал пророк? Лучший выбор — это приверженность религии. Почему мужчина из Сомали в возрасте 119 лет женился на 13-летней девушке? Я не знаю. Это меня не беспокоит. Логично ли это? Да. И то же самое с советом пророка. Поэтому я задаю тебе вопрос. Если девушка и мужчина согласны, почему ты вмешиваешься в их выбор? Есть ли у тебя право вмешиваться? Это мой вопрос. Я задаю тебе вопрос. Есть ли у тебя право вмешиваться, когда муж и жена делают то, что им нравится? И это не противоречит Корану. И это даже не противоречит твоим правам. Я отвечу вам. Опять же, сэр, нравится ли им это или нет, я не вмешиваюсь туда. Может, ей нравится 112-летний старик, а ему 13-летняя девушка. Но мой вопрос в том, как слова Корана относятся к этим людям, к тому, что они делают. Брат, ты слышал мой ответ? Условия, чтобы ты мог жениться, это достижение половой зрелости физической и ментальной. Они достигли половой зрелости, да или нет? Может ли 13-летняя девочка достичь половой зрелости, да или нет? Ты знаешь ответ? Нет. Может ли она достичь половой зрелости в 13 лет? Ты не знаешь медицину. Вы врач, так что, пожалуйста, скажите мне. В Индии, в Дели, пришел отчет, что если девочка достигает половой зрелости к 10 годам, не о чем беспокоиться. В 10 лет это очень распространено. Много девочек достигает половой зрелости раньше 13 лет. Многие. Это обычно. Поэтому, когда вы достигаете половой зрелости, вы можете жениться. И у вас может быть предпочтение. Индийский закон говорит, что можно жениться от 18 лет. Если бы он был индийцем, это было бы незаконно. Согласно индийскому закону. А в американском законе говорится 16 лет. Кто прав? 16 лет или 18? Кто прав? Индия или Америка? Это согласно их закону. А, согласно их закону. Значит, согласно короническому закону. Очень хороший ответ. Это очень хороший ответ. Проблема в том, что когда Америка говорит 16, у тебя нет проблем. А когда Коран говорит при достижении половой зрелости, у тебя проблема. Я не говорил, что есть проблема. Если нет проблем, спасибо, тогда ты получил свой ответ. Коран говорит, пока они согласны, нет проблем. Американский закон говорит, что женщине должно быть не менее 16 лет, чтобы выйти замуж. В Индии, если 16-летняя девушка выходит замуж, это незаконно. Запрещено. В Техасе, потому что техасцы женятся в раннем возрасте, есть специальный закон для техасских женщин, что в возрасте 14 лет они могут выйти замуж. Каков твой ответ? Ты согласен, что девушка в 14 лет может выйти замуж? Это правильно или неправильно? Я уже говорил, таков их закон. Правильно. Таков их закон. Кто ты такой, чтобы возражать? Я задам тебе вопрос. Если в Америке 112-летний мужчина женится на 14-летней девушке, разрешено ли это в Техасе? Да, разрешено. Так что, когда Техас позволяет, ты соглашаешься. А когда Коран позволяет, это не может пройти тебе в горло. Нет проблем, ты не женись. Я не знаю, хочешь ли ты жениться на молодой или нет. Нет, я не хочу. Если ты не хочешь жениться, это твой выбор. Это выбор человека. Это право, которое Ислам дал человеку, которое ты хочешь отнять у мужчины и женщины. Ислам дал это право. И они имеют право выбирать, брат. Да пребудет с вами Иисус Христос, сэр. Брат, ты только что сказал, да пребудет со мной Иисус Христос. Я следую учениям Иисуса Христа Мириму. И вначале ты сказал «Шалам алейкум». Это стих из Библии, из Евангелия от Луки, глава 24. Я сказал «Шалам». Там не говорится «Шалам». Там говорится «Шалам алейкум». Не только «Шалам». Я даю тебе ссылку из Библии, Евангелия от Луки, глава 24, стих 36. Там сказано «Шалам алейкум». «Шалам алейкум». «Шалам алейкум» на еврейском. А на арабском «Ассаляму алейкум». Мир тебе. Брат, но когда ты сказал «Да пребудет со мной Иисус», в чем? В учениях или в чем? Что касается учений Иисуса Мириму. В Библии сказано в Евангелии от Яна, глава 16, стихи от 12 по 14. «Еще много имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам». Пророк Иисус Мириму сказал, что придет еще один посланник, и его имя будет Мухаммад Мириму. Потому как я следую учению Иисуса Христа Мириму, поэтому я следую учению пророка Мухаммада Мириму. Если ты не хочешь следовать учению Иисуса Христа Мириму, это уже твоя проблема. Ты можешь обратиться к моему видео, рассказывающему о сходстве между исламом и христианством. И ты получишь больше информации. И, брат, по любому вопросу ты можешь встать в очередь и спросить меня снова. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший ютуб-канал под названием «Поистине». На нем наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. И также у них есть своя новостная лента. Братья и сестры, давайте вместе поможем их каналу развиться. И в этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Ссылку я оставлю в страницах. Продолжение следует...